всем привет дорогие друзья всем привет с вами сегодня буди и enter мы сегодня будем записывать обзор на карту до франс западлом до проходил он буквально недавно на прошлой неделе записываем только сейчас как время есть так и записываем в общем давай ты сначала я просто посмотришь я потом чуть подробнее расскажу да давай я буду первопроходимцем потому что так ну собственно видим патики видим рокет который не факт что надо брать как бы так сожрую что рокет там еще лежит это возможно для не знаю как страховка чтобы был без уроки кстати прикольные такие текстурки синие вообще карта такая вся гены синие но все светится дизайн классный ну стиль когда вообще западло умеет делать карты они тоже это привет привет ну привет тоже умеет делать как в принципе смотрим дальше тут у нас комнатка пустая вентилятор идти как-то канализационный люк наверно там труба в море наверно выходит дальше падики наверх собственно здесь нам наверно рокет и пригодится так дальше у нас еще падики еще рокет и еще одна труба в море а на свете кого ли без 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 тебя блестит да но кстати текстуры классные на самом деле это очень много работы наверно все это найти и что-то наверно сам сделал но это не точно и а вот тут а вот тут у нас слик тут у нас начинается слик и это на самом деле очень интересно потому что он тут в принципе не широкий то есть он и даже не на всю худенький такой точенький слик узенький и узенький в ком-то полу окне так скажем типа туннельчик который в котором даже полный джамп не делается то есть можно если прыгнуть перед ним можно откроться да это наверно ну премудрость маппера больше наверно чем косяк потому что предопытный маппер на него грешить это грех просто и походу наверх лампа кстати классная тут у нас наклонный можно не забраться падать 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 здесь значит еще один минимум один рокет нам здесь еще нужен дальше дают нам броню хп броню хп опять трубы 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 и и бфг бфг четыре патрона и судя по всему финиш там ой как бы туда добраться мани приложу ну понятно что надо стрелять тут такая конструкция карты чтобы фигу дают там а стрелять надо где-то видимо у ровной желательно поверхности возможно где-то тут либо как-то вот отсюда начинать уходить вот в эту сторону чтобы не врезаться такая конструкция карты что при прохождении на скорости тут надо будет как-то ну и хитро мне кажется действует чтобы максимально быстро туда забраться ну и попробую вся карта идеально но блин минус сейчас при падении вниз тебе отбирают и дают данного 4 чтобы не было возможности набрать и этапы фг я так понимаю тоже не респауниться больше ну собственно я не знаю я наверное не заберут есть вариант с трех добраться до наклонных и отсюда уже 1 бфг залететь туда но я думал почему-то залетим я думал почему-то залетим я что-то знаю я тут такой подопытный королик но почти ну тут секрет в четкости выстрелов наверно да высота то там позволяет вроде как ну иначе иначе будет недовариваем именно такое количество попробуй угу не хватает значит вариант этот отпадает и остается только со всех четырех патронов нам забраться туда будем еще пару раз попробовать попробуй это 3 ну почему-то низко не ходит не знаю тут где-то есть еще патроны или это секретная комната где она не знаю это ой совсем плохо как стрелять с тренировками ну я могу сейчас попробовать дойти показать ы сам попробуешь долететь блин еще один косяк тут где-то а видимо текстура такая или показалось блин угол угол как то здесь прям так чтобы очень много то было давай я что ли сначала ну давай ты тогда да ну собственно вот она карты вот он финиш был но самом начале что можно сказать право эту карту то что когда вы появляетесь вы смотрите ну и естественно ну не естественно но как так сделано что все вот эти паники они как бы повернуты на 40 градусов что то есть неудобство доставляет то что ну во-первых начали строительство как-то вперед и для трейдеров для тех кто обычно пытается и проходить как обычно они заметят проблему в том что когда ты пытаешься встретиться зоны снаппинга они немножко располагаются в других сторонах и в общем нужно прицел еще повертывание на то что все надо из-за того что приходится чуть-чуть по-другому строительство и не как обычно как-то немножко бок в сторону от того как обычно строительство вот начале у нас дают три ракеты использование их есть множество способов как их использовать так сейчас телефон в общем можно сорвать где-то здесь вначале попробовать использовать есть также после стрейфа здесь вот на этом платформе можно попробовать использовать я не хочу тратить сам начале как-то так пытался проходить карту вот здесь слик самый очевидный судя по всему как бы путь в общем что можно рассказать дальше следующую дорожку а где вообще 10 после того как залетаешь наверх тут есть два варианта прохождения вот это вот вот этой ямы первый вариант прыгать в низ и здесь делать это же второй вариант также делать еще там купе летать светуям случае если ты делаешь снизу то здесь не очень удобно поворачивать если делаешь там вдалеке рж на стенке то приземляешься где-то вот в этом районе и можно попробовать этот угол заскилить то есть или вот сюда приземлить если получится завернуть но здесь скорости очень много приходится прям в общем тяжело заворачивать да но либо скинуть попытаться завернуть либо оборачивать его пропрыгивать дальше у нас на такой скорости куда-то сюда идут приземление или напад или вот сюда и в случае пропрыгивания этого всего кстати снизание слика здесь не получается нормально ездать потому что приземляешься перед этим сликом куда-то и приходится или прыжки приседать чтобы не нацепить головой или ну в общем зависит от скорости того как ты прыгаешь для того чтобы приземлиться вот сюда куда-то сюда сюда в общем в районе этого пада после чего здесь делается рж и залезает наверху сюда в этот пада самый высокий получается из тех что другие потому что ну то те вот дальше они на родном уровне они ниже здесь же не получится здесь кстати несколько вариантов прохождения здесь либо мы с этого места куда-то делаем от же и туда направо здесь продолжаем прыгать либо мы с этого пада как оттуда тоже пытаемся хотя он по моему пониже и не знаю насколько получится не уверен что получится залететь нет с этого да здесь отсюда не хватает вот либо можно попробовать как-нибудь зацепить вот эту вот рампу и с нее с этой рампы как же сделать ну и куда-то туда пролететь но у меня так не получалось очень мало то есть я эта карта к сожалению не очень мало играл я в принципе только поиграл чуть-чуть в себе физике и все тем не менее знаешь побольше чем я дальше у нас дают здесь тп куча всего здесь мы пропрыгиваем это все стрейфом обычным берем бфугу вот в чем прикол это стены в том что у вас моделька вот в общем квадратик когда вы упираете в эту стенку вы упираете уголком и угол не 72 градуса 65 но это так чтобы вы понимали то есть ты можешь появиться и выразить идти по кругу да сейчас но сейф поздно мне сделай вот вот а блин дф сейчас нп п но 0 вот черт тебя видно все равно в общем здесь видно его модель как она располагается то есть она вот так как как неудобно по этим стенкам стрелять и чтобы забираться сюда здесь во первых нужно во первых нужно после пакет вас стрела немножко другой угол ставить не 72 выше попадать эту стенку во вторых после такого высокого угла вас сильнее откидывает назад и здесь вариант я например сделал так вот запрыгивал в этот угол вот в этот угол а две бфуги то есть да в эту стенку получалось больше вертикальной силы то есть я во первых по вот этой стенке удобнее стрелять потому что четвертый бфуга как раз получалось где-то в этом районе и я не боялся головой удариться в уголок то есть раз два три и четвертый где-то либо под ней и скимался уголок либо сбоку от нее и пролетал туда дальше сейчас я попробую туда залететь все-таки вот таким отобрали неплохо а финиш считается когда финиш вот в этом квадрате вроде бы надо в него зайти по моему но надо именно приземлиться да я честно не помню по он достаточно было влететь ну такая особенная прям карта потому что такого прямо вот вот такого где надо подумать чтобы и мне кажется эту карту более опытный человек сразу обнаружит допустим вот по тем же зонам что карта повернута что идеальный угол в конце будет 72 градуса 71 а 60 здесь не так легко залетать я долго мучился чтобы залететь туда у тебя удачный там дубль получился да тут тоже нужно можно норовится чтобы при этом молодец карта на самом деле очень классная спасибо большое карту спасибо отдельно аяксу за организацию естественно что если вы сейвите где-то там рокет можно по идее этот рокет куда-нибудь сюда опустить вместе с бопугой закомбить мне кажется тут сейвить рокет будет да очень убыток потому что здесь их бьют 3 как-то сначала если кому-то раздражало появление справа слева есть такая классная команда достаточно дойти до этого старта написать respawn point set теперь когда я буду в этом месте вот ну и как полезная команда заполнить ее здесь в принципе по идее скимался вот этот уголок при стрейте или не скимался и по сразу после скима можно было в эту стенку отстрелиться чтобы получить куча скорости сейчас я попробую еще раз сначала как-нибудь пройти уже достаточно быстро выглядит здесь с одного рокета залетается до с одного рокета залетается наверх по идее один прыжок куда-то сюда на этот потом поворот налево здесь куча скорости прыжок куда-то здесь стрейфом потом поворачивается вот сюда и сюда и здесь четырех бафугиных залетается да ты снова не надо просто стараться для этого ты как бы на автоматизме это делаешь а когда блин ноду залететь и не получается нужно у меня четвертый бафуга просто я неправильно угол ставил такая карта очень-очень-очень классная карта очень замуфленная и в своем роде я бы сказал в общем как-то так возможно делать не в этом уголке тогда больше вероятности дарится в этот уголок или промахнутся четырех бафуга вот ну что давайте смотреть демки тогда перейдем к демо посмотрим все разнообразие роутов я к сожалению в кутри не играл может быть здесь намного ключи есть что про нее про это рассказать сейчас посмотрим демки может так начнем с начнем с топ-4 в кутри декус россия 30 928 посмотрим play 30 секунд надо было наверно в кутри поиграть в кутри кстати я не знаю насколько удобно используется брать дороги нет самом конце бофуга издать а в кутри может быть и нет вот и залетал тут даже не скорее всего побыстрее на 2 и 5 секунд это куджимоша он же шнуга смотрим play 28 4 судя по предыдущей демке там в середине можно много срезать там где он воткнулся в уголок посмотрим и ракет не было подбирать да ну вот сюда как раз ракет поднял вот здесь опять воткнулся в этот уголок мне кажется можно было там как-нибудь доски мыть его и быстрее пройти забрался с одного рокета вот один рокет можно было раньше им через яму перепрыгнуть дальше вторых мне кажется не использовал неплохо неплохо вот уже тебе разнообразие весь ассортимент но можно было там наверно секунд если бы с четырех бафагин залетел но это действительно сложно я вначале когда пытался с бафагин залететь только намучился но это еще не все вот этот нюанс еще увидели заметили что идеальный угол будет не 70 а 60 ну грубо говоря так быстрее на пол секунды у нас бригант тоже россия 28 посмотрим плей дсс он тоже без рокета просто с трейхом здесь он не врезался здесь он с трейхом не врезался не врезался не врезался ну и топ-1 ну и топ-1 Топ-1. Да, у нас официальный топ-1. Это винтер. 27.1. Посмотрим. Плей. Да, ну так в целом без ошибок карту проходят. В принципе, тут я даже не знаю, что стоять. Она просто сама по себе такая рельефная и... Да, он с отбором Рокета лишних два прыжка сделал. Скорость не так уж много получил. Воркнулся в уголок опять же. Стрейф был в принципе неплохо. Но он не целился просто в этот угол. Вот концовка у него отлично получилась. С четырех пакогенок. Подровнять пару моментов. Я думаю, в 25 секунд он улыжился бы. Вот. Что дальше? Ну, это в Ваку-3 были. Начнем с СПМ смотреть? Да. Так. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восьмое место. Мягкий пульс. 22.9. Ну, секунд на пять быстрее, чем в Ваку-3. Копать. Посмотрим. Плей. Да, я думаю, новички реально настрадались. Просто настрадались. Да, особенно по преднему фугой. Да, да, да. То есть сама по себе карта, можно сказать, легкая. Тут тупить по сути негде. Таких моментов быть не должно. Что-то прям сложно. Он очень много скорости потерял, когда остановился. Да, из-за этого очень много. Паркер использовал рокер, как и Шмыга. Лишний рокер, чтобы дарить наверх. У гениев мысли сходятся. Вот чё я вспомнил. Хорошо. Следующий. Бригант. 19.5. В принципе, на три секунды быстрее. Посмотрим. Плей. Да, бригант. Давай, удивляй. Ну, наверное, не потеряет лишние скорости. Так же, как хорошо. Да, через верх. С приседом получалось. Своя стопия там залетела наверх. Да, да, да. И так же будет использовать ракету. Ну да, финиш. Не, финиш надо просто, да, залететь, а не приземлиться. Сейчас я вспомнил их о своем вопросе. Вот. Так, ну что, дальше. Дрим. 17.7. Быстрее еще на две секунды. Посмотрим. Плей. Открывает, наверное, такую... Топ-6. Ну, он открывает, как бы, топ более быстрых таймов, мне кажется. То есть те... И я так понимаю, что тут уже будет без сейва рокета. Потому что... Он долетел сразу вверх. Да, да, да. Вот. Вот он не засейвил этот. Вот он на большой скорости все это проскочил. Из четырех ракет. Интересно, кстати, если... Интересно, он использовал бы фигул. От стены к стене. Это, наверное, эффективнее, по идее, даже. Нет? Ну... Ну, если нормально, четко, четко покрутиться. А там после второго ракеты он к правой стенке. После правой к левой там как-то вообще, по-моему, неудобно отстреливаться. Прижиматься, точнее, к ней. Тем не менее, 17.7. Ну да. Дальше. Димон Норд. 17.664. Быстрее на 100. С чем-то. Чуть больше 100 миллисеколь. Да. Близкой таймы. Посмотрим. Плей. У Дрима очень хорошо середина проведена. Там, где он на большой скорости проскакивал. Там, где хп подборок и все остальное. Да, но вот этот момент они все равно стрейфят. В принципе-то, мне кажется... О, Димон Норд классно пришел. Он залетел наверх, Рокет. Вот. Могут, мне кажется, попытаться... Рокет наперед запустить. У него скорость была как раз 1100. В конце. Он не обязательно был. Может, побоялся он как-то... Ну, или может, по дорожке он... Рокет ни разу ее не сдал и не привык его запускать. Просто мне кажется, я Рокет вообще там лишний был. Димон Норд. Так, ну ладно. Следующий. Элбергаларга. Что? Чилиец. Атентер образный. Дэмку присылал. Эльбергаларга. Ладно. Чили. Плей. 17-40 быстрее на два фрейма. Два весь фрейма. Вроде два. Три. Три фрейма. Три фрейма. Три фрейма. Три фрейма. Три фрейма. Я проходил. Рокет можно раньше использовать. Не обязательно прямо. Вот один Рокет. Стенку он использовал. Три фрейма. Три фрейма. Три фрейма. Ага. Быстрее на секунду. Плей. Угу. Посмотрим. Интересно уделить ли нас Unshaveed на этот раз. через яму прилетел и вот сразу наверх очень хорошее начало середина даже по двести не забрался ну красава вообще прошел классно прям вот чистенькой никакой помарочки без лишних нервов че-то пришел ай пацаны моя тема такой пролетел прошел отправил демку помадец но тем не менее куджмошина 600 его да быстрее смотрим нажал play в начале он не использовал получается рокет который использовал он же тем не менее выбился плюс он за счет скорости его не использовал начале но его использовал потом потому что он приземлялся на нижний патт и использовал ее об стенку за счет большей скорости в том моменте он наверное обогнал ну плюсы в фугу хорошо сделал у него скорость где-то 1200 чем-то было по моему чуть-чуть быстрее чем у аншивина у него 1100 или 1100 так ну и что ж топ-1 не было еса 15248 быстрее еще на 08 посмотрим play тоже не использовал рокет я мы перепрыгивал а вот у шмыги по моему самая быстрая бфг из всех цепь демок ну как мне показалось то есть он сделал хорошо он прямо под стартом ой под финишем начал взлетать собственно и там же финишировал без лишних полетов ну чтож это были демки присланы на во время прохождения а кроме этого есть несколько демок три у нас получается демки а я случайно нажал нет не нажал у меня все висит я нажал давай сначала сейчас я так сначала посмотрим демку гризли 23.0 то есть это быстрее на 4 секунды чем винтер сейчас посмотрим как он там умудрился это все побить play гризлик воронежский наш мишка одополченец мне кажется я не знаю запускал там рокет я не видел демку я тоже не видел кстати но мы заранее не смотрим демки завернул кстати нормально не оттыкался в уголок да да и это наверное основной плюс тому что он просто все срезал с двух ракет он сразу залетел туда налево и финишировал очень быстро если бы он еще першочками там не топал в конце было бы еще быстрее но и так тоже очень быстро относительно всех оставшихся демок всех присланных так ну и еще одна демка от сайрокса есть за 13.5 это быстрее чем не было на целых 2 секунды вот сейчас посмотрим плей прямо раритет у нас тут в обзорчике сначала я наверное да он давно кстати не играл не участвовал ну карту стоящий да что сказать давай я помедленнее запустим ее давай таймскил 05 как обычно ну относительно других демок очень хорошее прохождение прям вообще топ 1 ну не во время компетенции была прислана вот после подбора он скимает этот уголок и сразу стреляет в него второй тоже он в уголок стреляет скимает вот этот вот поворот пролетает все что можно попрыгивает по ампадику перепрыгивает яму на 1440 попадает в уголок и здесь стреляет с четырьмя бафтинками как раз залетая на финиш ну карта такая если проходить именно вот быстрым путем как с аэроксом мне кажется можно встретить там определенный ряд проблем при прохождении то есть трудности которые не дадут нормально сделать допустим ты сделал слишком четкий рокет джамп и ты уже на этот уголок не джамп не сделаешь прыжок да у него перелетишь допустим нет просто его очень сложно прилететь я так пробовал можно по моему перед ним немножко раньше приземлиться если скорость либо так да то есть но все равно мне кажется был вот этот ряд проблем который царик встретил и все равно красава что дошел но и демка который мне царис еще прислал предложил показать давай посмотрим play с тем же таймскеллом ничего страшного основное отличие этих демок в построении последнего рокетанвера в движениях пост у него то есть тут уже на сотку больше у него не это хотя влияет хороший руки джамп и минуя лишний прыжок он сразу залетает на красные снегой ну это прям вообще надо постараться очень сильно чтобы куда-то быть здесь много скорости нужно и правильный угол мне кажется что это было не очень выгодно из-за поворота потому что даже если ты долетаешь и втыкаешься в стенку ну то есть нужно как-то не знаю как еще можно не мне кажется там можно урезать допустим до полторы тысячи в эту стенку просто срезать свою скорость и дальше продолжить стрейфить ну это все будет быстрее потому что ты с скоростью тысяча семьсот там допустим тысячи восемьсот даже можно развить там тогда и выставить скейл один сейчас я еще разгляну просто бэстинка это можно это очень много времени экономить и делаешь там пушка 3 на большой скорости в общем это как одно из прохождений которое может быть можно бы лучше использовать но но да но это очень сложно и тяжело ну что ж переключаемся на браузер вот в принципе вот они все демки которые были присланы проходила с 14 по 21 мая вот на данный момент стартовал новый competition по карте left of карта классная но он еще идет он еще будет как бы часа четыре нет четыре с половиной часа и ждем от вас демок как бы на эту карту будем по ней тоже делать обзор да участвуйте присылайте свои результаты что у вас вышло что получилось что не получилось тоже присылайте в комментариях к к к новости как сарекс это сделал допустим для карты для франза подло но он же просто демку выложил как бы это аякс уже ее прилепил к общим результатам в архиве она здесь кстати в комментариях была где то да 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 вот где то здесь наверняка вот ну все наверное да всем удачи да всем спасибо что участвовали да участвуйте еще будем записывать еще растите в скиле да не дайте себе засохнуть всем удачи всем пока всем пока и вот я вам не